Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова 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 А еще и сделать разные проекты. Можно один раз сделать шелон, его продавать несколько раз. Мне эта идея так в голову засела, думаю, вот, блин, круто. Не обязательно делать какие-то шлюи, которые тебе говорят, можно саму что-то сделать, и это не получится. И стал заниматься первой темой. То, что я сделал, мне понравилось так же моей маме. Я стал гулять по интернету, смотреть какие-то разные темы делают, какие сайты покупают. Ну, вы же знаете, не знаю. Мама директор Дефолиса просто такая, она сразу отклонила, короче, идея просто. Ну, он показывает, что я сделал какую-то ту штуку, ну, что, окей, там. И, собственно, надергал каких-то разных элементов, там, всякие ссылочки, бончики, там, всякое такое... Сделал, и получился в фотошопе такой монстрозный файл. Я понял, что я сделал гладно, стремился, потом стал делать какую-то простепенную. И потом еще, когда еще будет, и я смотрю, что они вместе вообще как бы не работают, и что все это выглядит просто ужасно. И что я не так как-то не умею, а сейчас еще начну это программировать. И у меня это, по-моему, после шести месяцев этого дизайна, займет еще шесть месяцев года. И, в общем, я эту идею забросил. Потом, что мне надо понять, как работает WordPress, как работают все эти внутренние штуки. И сначала научиться делать темы, а потом уже сделать дизайн, зная, как оно работает. И, значит, стал разбираться, как оно работает, и наткнулся на концерт фреймборков, которые позволяли делать опции. Но так как у меня такое особое отношение к тому, как все визуально выглядит, и было такое отношение раньше, я понял, что мне не нравится, как выглядит, и решил написать свой собственный фреймбор в опции. И потратил на это еще месяцев восемь, которые я в итоге так и не использовал. Это такое логическое отступление, которое приводит нас к следующему вопросу. То есть, когда у нас стоит проект, например, сделать сайт для заказчика, или сделать публичную тему для продажи, или еще что-то. Первый вопрос, который... То есть я сейчас делюсь своим концептом разработки сайта, дизайна темы. Это не обязательно догмы, то есть как в моем виде. Первый вопрос, который нужно задать себе, и если вы работаете заказчиком, зачем мы делаем тему? Зачем мы делаем дизайн сайта? То есть, какую цель мы это исследуем? Если ответы на этот вопрос звучат, типа, срубить много бабла, или надо сделать так, чтобы родителям понравилось, чтобы они родились, то это неправильный ответ. Правильный ответ, например, показать свою работу, когда мы делаем сайт-портфолио, или продать какой-то продукт или услуги, когда это сайт-магазин, или там, посадочная страница, или продвинуть в манерах, например, сайт-порткамера. И уже, если у нас есть ответ на этот вопрос, все не знают решения, которые мы принимаем дальше, они через этот вопрос фильтруются, и легче понимать, какие элементы используют, какой стиль используют, какие шрифты и т.д. То есть, например, заказчик говорит, я хочу здесь слайдеры, чтобы у меня были иконки, чтобы еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, поможет ли этот слайдер продать продукт? Скорее всего, то есть, ответ на этот вопрос точного нет, но их, возможно, два. В любом случае, это либо не имеет значения, скорее всего, то есть, скорее всего, слайдер нам не нужен. Да-да, это отдельное дело. Либо это надо протестировать. Чтобы протестировать, надо, в любом случае, как можно быстрее продукт, как это говорит, шипать, выпустить и уже получить фидбэк от пользователей. То есть, первое, задаем себе вопрос, нафига мы это все делаем, зачем мы это делаем? И, то есть, не начинаем с открывания фотошопа, и дёргания всех элементов, что мы тут там все откроем, а подходим к этому вопросу. Следующий вопрос, который надо задать себе еще до того, как себе и заказчику, до того, как мы открываем фотошоп, скетчинг и что-то далее, для кого мы делаем этот сайт? То есть, что дает ответ на этот вопрос? Например, если мы делаем сайт для завода, по продаже труб, то мы, скорее всего, не будем использовать шрифты скриптовые, которые мы бы взяли и использовали для магазина цветов, скажем. И ответ на этот вопрос дает понимание, какие элементы люди, пользователи сайта, какие, то есть, какие ожидания есть у потенциальных пользователей сайта, какие у них есть страхи, какие есть вопросы. И ответы на эти вопросы как раз таки позволят понять, какие элементы ставят на план, какие на старостепенную, какие использовать шрифты, какие цветовые схемы. Потому что есть определенное такое понимание у людей, что, например, синий цвет корпоративный, если мы сделаем сайт, если не обязательно, что корпоративный сайт может быть оранжевым, но есть какие-то определенные ожидания, которые, если мы нарушаем, то они могут отглубнуть вводить. То есть, вот этот вопрос тоже нужно задать, прежде чем что-то вообще открывать, дизайнер там и рисовать. В итоге у нас ответы на два этих вопроса. Нафига? Зачем? И для того мы переходим уже к тому, как мы делаем сайт. И здесь, это как бы третий секрет условно, нужно начать создание карты сайта. Говорили про квадратики. То есть, карта сайта выглядит примерно вот так, просто на 7. То есть, у нас главная страница, есть страница продуктов, которая подразделяется на 1, 2, 3, 4, о нас, о компании. И когда у нас есть вот такое видение сайта, мы видим большую картину. Мы видим то, мы можем представить пользователя от главной страницы или от посадочной страницы до страницы совершения действия. И также карта дает внимание того, сколько всего страниц сайта нам нужно. Это дает понимание, сколько нам нужно страниц задизайнить, сколько нам нужно страниц загрузить. И, соответственно, если мы работаем с заказчиком, в этом случае, то мы можем ему выставить цену за разработку, за дизайн, основываясь на количестве страниц, которые нам нужно сделать. Ну, это только часть, конечно. Дима, Дима, стой. Раскрой свои секреты. Ты вот эту карту на бумажке делаешь или на компьютере? А, сейчас, это как раз следующий слайд. Да, я сторонник того, чтобы тратить как можно меньше времени на... То есть, чтобы быть максимально эффективным. Потому что есть программы, например, там, в Майден, на Apple, по-моему, есть Pro, есть еще какие-то программы, где все так красиво. И я была тут тестирована, и ловлю себя на мысли, что я когда открываю, я делаю эту карту сайта, и я трачу время на то, чтобы сделать, чтобы эта карта сайта любит делать классно. Чтобы, значит, все эти вот странички ровно выстраивались, чтобы у них там отступы были везде одинаковые. Но это все грехня. Это пустая карта времени. То есть, нам нужно понять, в чем делаем. То есть, сколько нам надо страниц сделать, сколько нам нужно их потом заходить. Поэтому карандаш, бумага – это самый лучший способ. Ну, карандаш и бумага. Ну, в моем случае. Кто-то может быть, работать быстрее с программой, поэтому мы это тоже коснемся очень позже. Дальше. Когда у нас есть карта, следующий этап. Даже если мы, в конце концов, будем использовать готовую тему или тот же самый в HBO, не важно, если я не фанат. Ладно, не будем работать, Ледовик. Следующий этап. Нужно создать скетч. Прежде чем мы открываем Photoshop, скетч. Скетч – это программа, а скетч – это, наверное, шайм. Диагноз скетч выглядит, ну, таким образом. Мы потратили мало времени, мы можем проработать много людей за короткий промежуток времени. И либо показать заказчику, прежде чем сказать, мы правильно друг друга помним, мы вот это имеем в виду, что у нас будет вот такая страница, мы не будем вот такой блок, вот такой блок, вот такой блок. Да, да, нет, нет, вот. И вот так выглядит нехороший скетч. Объясню почему. Он выглядит круто, у него есть тени, у него есть картинки. Но, как вы подумаете, сколько времени человек потратил на вот этот скетч, на вот этот скетч? Вот здесь, я думаю, ну, минута, да, пусть все эти штыки нарисовать. Здесь, скорее всего, больше. Пять или, может быть, даже десять. Если вы будете еще тут какие-то... Мне кажется, первые пять или десять, а вот это просто, наверное, часа два. Ну, вот. То есть, тут вообще уже дизайне ничего не надо. То есть, это вот, считай, готово, можно отрисать, верстать сразу, отдать нас заботчику, да. Ну, может быть, так быстрее, но я считаю, что это не то, что неправильный подход, а как бы неэффективный подход с точки зрения отходования времени. То есть, у нас есть ответ вопрос на вопрос, зачем мы это делали, для кого у нас есть карта сайта, и мы нарисовали для каждого квадратика на карте вот такой, а вот такую штуку. И тогда мы можем перейти к дизайну. Ну, не совсем к дизайну, а к созданию гида по стилям. Потому что если мы работаем, ну, условно, если вы дизайнер, если мы делаем дизайн-сайтовый дизайн, это как если зеркал, то в голове все равно есть представление того, какой сайт будет, то есть, как он будет выглядеть уже готовым. И поэтому создать гида по стилям это правильное решение, потому что потом мы можем создавать макеты страниц просто в том же скетче, копируя, например, заголовок, подставляя в макет главной страницы, в макет страницы первой страницы. И что включить гида по стилям? Это заголовки, параграфы, цитаты, какие-то интерактивные линии полей года, формы, кнопки и так далее. Также можно включить повторяющие сигналы, например, когда сайт-магазин, можно включить в скетч очень удобно, есть символы, можно делать, например, когда мы делаем сайт-магазин, карточку товара, и потом ее умножить по макету, по макету и тоже сохранить время, точку поставим. Вот так, и всячески, да. Это, если есть QR-код, это гид по стилям, из моей последней темы, там как раз видно все заголовки, параграфы, и тут можно, например, посмотреть, что он себя представляет. Дальше, если у вас наверняка возник вопрос, чувак рассказывает про дизайн, еще не сказал ничего ни про типографику, ни про сетки, ни про цветовые схемы. Почему? Потому что, во-первых, есть люди, которые гораздо лучше, меня это могут сказать, например, а, буквально, но... В общем, есть книжка, называется, «Деяна Несуфтайр Паблифик Стайл», которую написал Роберт Праймперс. Если ее прочитать, то все, значит, концепты и типографики стоят в голове на свои места, и уже ее легко применить и к печатному, и к веб-дизайну, и вообще. Следующая книжка, «Рейд Сильс, Санкт-Петербург Дизайн», тоже такая книга, ее если прочитать, все про сетки становится понятно. И еще, я не говорю про типографику, потому что я уже какой доклад делал, можно его посмотреть на WordPress TV, и он, вот, если он, на WordPress, ну, ставишь на один, два, два, три тысячи, у нас, вот это был в филотерфии. Дальше, когда у нас есть гид по стилям, мы можем уже к веселым вещам перейти и начать делать макеты страниц, и здесь у меня тоже небольшой совет есть, на своем ракете сделано. Сначала стоит сделать страницу, на которой пользователь конвертируется либо в покупателя, либо в подписчика, либо он оставляет комментарий, потому что вот это и есть те страницы, на которых магия происходит, то есть то, ради чего мы, в принципе, сайты делали. И на них просто потратить больше времени, чтобы там все было классно и удобно для пользователей, для посетителей. И потом, когда мы уже сделали эту страницу, можно двигаться вверх по карте и сделать главное, потому что мы и с гид по стилям протестируем, и все остальные элементы, и так, в принципе, будет быстрее. Следующий секрет – в какой программе работать? Любовь, какую удобно. Я сначала занимался теоретическим дизайном, ну, просто, ну, работал в печатной компании, и у меня приходилось работать с эндизайном, поэтому какие-то графики, я даже пакеты сайтов делали с формой дизайна, это не обязательно, потому что их надо там делать. Скетч очень крутой, я люблю скетч, потому что его легко гоночить, он простой для понимания, и он должен так поработать. Adobe XD, насколько я понимаю, это такой тул, который пытается скетч заменить, но не знаю, получится у них или нет, потому что у них классное фототипирование, то есть можно прямо сделать такой живой макет, быстро, что-то нажимаешь на кнопку, у тебя открывается, не знаю, открывается, эта страница, набираешь какую-то еще, у тебя там что-то открывается. но фотошоп никто не менял, если быстро работает фотошоп, то фотошоп. И иногда, а, сейчас много шоков, по-моему, есть, послали. Ничего плохого нет в том, чтобы делать макеты сразу вычтенять, если сайт простой, если вы делаете его для себя, или для какой-то своего проекта, не хотите использовать тему, если у вас есть опыт разводительства, то скетчи или карты достаточно, чтобы не тратить время на то, что вы сначала нарисовали макет, а потом все то же самое делать в речке, но это не для всех сайтах работы. Скажем, последнюю тему, которую я выпустил, я ее не рисовал, я ее сразу сделал сразу из скетчей в готовую тему. Дальше. Веселые ошибки, которые начинают делать, если начинающий дизайн, включить, например, так, «Вау, эта штука так круто выглядит!» Хочу ее себе на сайт поставить. Здесь надо задать себе вопрос, например, в душе такой трет, знаете, куда? С утолками. С утолками, да. Все лепили себе штуки, но голову, и я тоже лепил, что это нужно. И факт, что это нужно, то есть я все дизайнеры, которые работают, у меня это все сайты, которые работают. И сначала нужно задать себе вопрос, а надо ли оно мне? И потом, если да, ну, как пожелать, если нет, Пошло тоже оно из магазина, и там-то это реально... Ну, из магазина уже пошло, и там реально скидки, но они нормально смотрелись, то есть... Ну, работа для каких-то у меня. А потом, когда новый пост, вот, и юные мне писать данные. А вот так понятно, что, да, сам уже пирается. Ну, я не знаю, там, фитчер можно написать. Ну, короче, следующий вопрос. Я суперподробно делаю эти макеты. Я нарисовал 56 макетов, а ну, для страницы архивов категории, для страницы архивов тегов, для страницы, там, не знаю, течность, где там, которые никто никогда не открывает. Ну, блин, можно нарисовать страницу посадочную, где, например, страницу поста. Можно нарисовать, как лучше, страницу категории и главную страницу. И, если есть гидпостеря, при этом, можно потом уже вычтем, нам все страницы дальше делать. И так сохраняется момент, и мы быстро делаем какие-то вещи, на которые лучше время не тратить. То есть, мы лучше выпустить, и потом дорабатывать, чем сначала делать все суперподробно, чтобы потом понять, что это все никому не надо. не могу решить, какую мне сделать границу, 1 EAM или 1 EAM или 1 EAM, или 1 EAM 25, потратить еще 3 часа на эксперименте. Тоже, как бы, ну, варианта два. Первый вариант, это вообще не имеет значения, вот эта граница, она повлияет на решение пользователя купить товар? Ну, скорее всего, нет. Возможно, повлияет, но для этого надо протестировать. В любом случае надо тоже, в этом случае, как можно быстрее сайт выпустить и получить фидбэк. То есть протестируя одну границу, вторую, ну, блин, скорее всего, это не меньше. Вот, для совершать таких решений делайте классные сайты, можно об этом прочитать подробнее. Спасибо. Ты именно свой написал фреймворк, который прям вот будет тебе... Вот, темы внутри все одинаковые, стопудово же, да? Да. Вот. И ты как-то что-то сделал? Какие-то свои обертки, классы? Значит, были фреймворки где-то лет 5, не знаю, типа Titan Framework. Ну, понятно. У них 5, вообще недавно были. Ну, да. Ну, они оттуда пошли. И мне казалось, что для того, чтобы тема была успешной, у тебя должен быть фреймворк, и там внутри должно быть все, везде опции, и все это усмотреть. И я тоже так пытался делать, и так и не дошел вообще никуда, да? Вот. И я тоже не дошел, то есть я на каком-то сайте заказчика эту штуку потестил, помню, что она ни хрена не работает. Вот. И какие-то... Стараюсь сейчас делать шаблоны, в которых минимум опций. То есть, чтобы они решали какую-то одну минимальную задачу, ну, жарею, классные структуры. Ну, я не имею в виду опций, а именно, вот как ты разворачиваешь вот эти все, там тоже custom post type или что-то еще? Какие-то классы свои PHP написал или тебе это не интересно? То есть, прям обычными там, регистр таксонами, регистр post type и погнал, понятно. Я не вижу смысла делать какие-то, то есть, ну, надо сделать кастомые какие-то записи, да, и это надо будет сегодня и понадобится в следующий раз через, там, месяц. То есть, проще нативными функциями сделать это все, там, для какого-то единичного проекта. Ну, не всегда это правда, то есть, если есть какие-то задачи, то что были отверхки, я с ними не сталкиваться. Мне, для тех, которые в репозитории, сейчас требовано, чтобы все опции, которые были, они были в кастомате. Вот. Для вещей, для заказчиков, либо просто есть какие-то, если минимальные вещи, то можно даже ICF не использовать, а там в WordPress есть. Ну, да, 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 есть. То есть, там, только... Английская некрасивая, и, как бы, если несложно объяснить заказчику, типа, вот, зайдите сюда, тыкните вверх экран, у вас тут будет такая же кучка. Там будут красные записи, вот, еще и он показывает в этом списке, где название ID, он все остальные показывает, они там могут чем-нибудь накосятить, такое присвоить значение, какое-нибудь другое. Ну, короче, если для заказчиков, то ICF, то вопрос решает. Это только вопрос. Да. Дима, ты один, вот первый вопрос с вами, ты один делал тему? И второй вопрос, у тебя есть желание с кем-то в паре работать на тему? Или лучше в одной, наверное? Да. Это мальчик, да? Да, я один. У меня... Без подготовки. То есть, у меня, вот, в магазине я один занимаюсь, и разработкой дизайном, и поддержкой, и продвижением, наверное, поэтому он развивается не так быстро, как это было. Ну, вот, есть желание с кем-то работать или в СИА? Если бы не было, но работал бы, конечно. Не дороже. Еще два вопроса. Да. Два вопроса еще. А в репозитории фришные версии этих же кем? Да, да. Ага. А какие, приходилось в платных версиях, в поддержке, каких плагинов приходилось из коробки делать? Чтобы сразу работать? Ну, типа, вот, контакт форм 7, или там, ббпресс, байкипресс? Да, я думаю, в форм 7, то все... А, там, плагин достаточно простой для понимания, и бесплатный, это плюс. То есть, когда, например, тот же самый кредит и форм, он же платный, и не у всех есть поддержка. То есть, поэтому, когда задают в вопросе, как мне сделать контактный форм. Кручить связь, будет установить, сделай, все, проблема решена. Вот. И поэтому, поддержка контакт форм 7, она минимальная. То есть, там, если вы уже, там, познаком копать, то нужно отключить CSS стиль и прописать, чтобы там, нотификации были в стиле... И вот, в деле, это я имел, да, чтобы прям сразу О. Да. Вот какие-то такие, у которых там, по миллиону, в русских которые у нас все время вот здесь, их я добавляю. Вот встал вопрос. Четыре человека подряд спрашивают про поддержку, не знаю, не слышали, по level? Не знаю, скорее всего, придется это сделать, потому что люди покупают тену со всего мира из Японии, из Индонезии, из Испании, из Германии, из Штатов. Я не всех, то есть тех, кто из Штатов, они хотят на двух веках. Я вообще для этих случаев не буду писать использовав, потому что они, как бы, ну, тоже не для всех будут работать, но так надеяться на PolyLand, да, что все будет работать, потому что я не ковырял, не знаю, как это работает тоже. Сделаешь поддержку, он там все будет минимум. Q-Translate еще был плюс, тоже неплохо работал. Он просто Q-Translate. И он был Q-Translate плюс потом выпустили, потому что изначальный контрибьютор Q-Translate слился. И сделали Q-Translate плюс, который уже хотя бы поддерживал. Что же он поддерживал? Ну, типа мультисайт. Какую-то, например, киллер фичу, без которой уже планин не ехал вообще недель. И у вас сделали Q-Translate плюс или типа Q-Translate X. И вот он сейчас тоже поддерживается, но он просто в полях хранит и все. То есть он для контента хранит второй, ну, второй контент на другом языке просто в то ли в отдельном, и все. То есть, да. Не сильно оно долго. А насколько сложно доправлять поддержку дроблок или на? То есть, что это подразумевает? Потому что я, честно, этим вопросом не подразумевался уже. Ну, конкретно мультиленгвиджи не знаю. А что ее добавлять? Ну, как бы, есть и есть, если да. Ну, может быть, будут, опять же, какие-то edge-кейсы, если на фронтенде надо переключатель какой-то сделать, вот типа того. То есть посмотреть, какие классы у них используются для их переключателей, которые там шорт-кодом вставляются, ну, и просто запилить, чтобы оно в стиль темы было. Вот типа того что-то, наверное. Что-то еще я хотел спросить. А, ты бандлишь что-нибудь? Вот например, Advanced Castingfields Pro я с ними списывался, они разрешают бандить, если ты девелопер, лицензию у них купил какая-то. А какую лицензию? Что? Ну, то есть... Есть персонал за 25 на один сайт и девелопер за сотку. Вот девелоперной можно бандить хоть куда. Прям весь плагин. Ну, она под какой лицензией выкушена? А, это никакой. Потому что если она выкушена не под JPL, то я... А вот сюда-то тебе кто запретил бандить в эти платы? Ну вот, я вот про это и спрашиваю. Сплатные банды или что-нибудь? Там же есть какой-то фреймворк, который позволяет при активации темы... Как же он называется? А, я его так не люблю. TGL. Да, 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 да. Почему? TGL плагин их тоже. Потому что, смотри, вот есть у WordPress стандартная система работы с плагинами. Ну, условно, она есть вручка. Ну, допустим, я знаю. И ты устанавливаешь этот плагин, и он попадает в какую-то другую вкладку в админке. И у него говорят, что он тоже своему же плагинам. Ну, там именно те, к которым он, типа, говорит. Да. Понятно. Конфьюзит людей. То есть, кому-то это пофиг. Вот. Мне кажется, что проще... А как ты это? Notification, говоришь? Вот, типа, с этим еще можно установить контакт с форм 7. Он будет в Steam, там... Ну, я делаю так, чтобы тема работала из коротки. Ага. И если, значит, он хочет писать контактную форму, у нас есть функция на сайте, что тебе поставь контактную форму, и все. То есть, как можно... То есть, без вот этих вот ультра-мега там всего всего. Да, потому что все темы, ну, не все это обращение, много тем от Steam Forest'а. Ты устанавливаешь... Успугаешься. Ты не узнаешь потом админку вообще. Да-да-да. Нет, там... Ты открываешь админку, и у тебя весь первый экран забит на тебе. Успугаешься. Устанавливаешь плагины, плагины, плагины. Еще у тебя надо лицензию, 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 лицензию. Вот. Ты думаешь, блин. Как бы... Смертно, да? Ну, как бы... Не очень, да. У меня единственное обновление для платных версий, которое говорит «Активируй лицензию», которые работают с софтовой властницей. То есть, чтобы когда я новую тему видел, у себя на сайте, они могли ее точно так же, как тема реквизитория, обновить. Угу. То есть, чтобы не надо было там zip-архив удалять, вернее, тему удалять, заливать новый zip-архив, переключаться на дефолтную тему, потом открыть новую тему. То есть это будет. А так, если этот плагин есть, там ты просто классно выбираешь админку. Какой плагин? Или это секрет фирмы? Нет, не секрет никакой. Тему я продаю на сайте через Easy Digital Downloads. Ага. И у него есть адбон, который называется Software License. Понятно. Вот. И ты его ставишь… А он у тебя откуда-то типа с githa берет. А, нет. Там есть такая штука, но из коробки она делает обновление с твоего сайта, с закрытого, через mdinex, спасибо, Лена, папки, которые, значит, оттуда zip-архив берет просто и… Но это же с точки зрения контроля версии как-то… Ну, у меня просто отдельный… То есть у меня все темы, они лежат на закрытом простой битбакете. Ага. И, скажем, то есть я работаю, выпускаюсь один, один там, один, три, забиваю ее на битбакет, и автоматически в гарантии есть таск, который делает, ты загрузил в архив. То есть, в принципе… Ну, немного неудобно, но можно сделать, чтобы она с битбакета тоже забирала. Просто вот гитхаб-апдейтер я использую, и он это берет с битбакета нормально. Но, опять же, там надо писать, это прямо в гитхаб-апдейтере свой логин, пароль, чтобы он туда к закрытому и коннектился. Это, наверное, не очень безопасно для платных. Да. 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 Да вы ходите по SSH-ключам, но все равно это же палево, когда у тебя покупают тему, и там в ней вот этот кусок как-то встроен. Нет, в тему не должно быть. В апдейтере… В апдейтере… В апдейтере… В… Ну, помнишь, я в архиве писал тебе вот… Да-да-да. Ну, ладно. Это можно вот так. Короче, вот как вот так. Спасибо. В апдейтере… В апдейтере… В апдейтере… По SHTP она птянуть должна, только там вредная ссылка. А она уже… В тему… Я не знаю, это я не могу сказать лучше меня. Смотрите, что-то начинается в 10 утра, первый доклад, и регистрация начинается в 9. Место, где проводится Красный Октябрь, прямо в центре на Кропоткинской, в Москве. Там классная, рядом с парком Горького, ну, условно, рядом, пару километров, вот, меньше. И сам момент проходит два потока, то есть 14 спикеров, на разные темы рассказывают доклады. Параллельно в холле чай, кофе, печенье, спонсоры, да, можно пообщаться, приезжают порядка 200 людей каждый год. Разработчиков, дизайнеров, блогеров, всех, кто связан с WordPress. И после докладов в том же здании, вечеринка с бесплатным дымом, и в нем он будет очень много. О-о-о-о-о! Соги! 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 Ну, ты больше всех там биваешься, по-любому, к тебе все подходят, говорят, да, что там как там WordPress? Соги! 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 Это медик конференция, да, которая проводится в праздник страна. Я недавно вернулся с вот компьютеров пару недель назад из Парижа. Там, конечно, масштаб намного больше, но у нас в Москве тоже классно. А в Америке был? Да. В Европе Круч. В Америке или в Европе? В Европе Круча. А почему? Не ожидал ответа сейчас. Они учатся на ошибках, я думаю. То есть, просто каждый следующий, вот, кем в плане организации. А. Соги! Соги! Да. То есть, я там рассказывал доклад, это же самое. В этом свадебном проекте. И все вплоть до организации. Значит, вечера до спикеров, когда нам посчитали, где принятие, где что, где, как добраться. Кто будет вас объявлять на сцене. Какие, значит, вопросы будут задавать, какие нет. То есть, все это было суперски организовано. Плюс, объекты были организованы, вся территория огорожена. Спикеры были классные. То есть, все, кто, значит, поменяют там на WPTown, на каких-то других тематических ресурсах. Мы приезжали с докладами. То есть, там можно лично пообщаться с тем же Yoast, с, не знаю, SiteGround, какими-то другими постерами, разработчиками блогинов. Вот, просто лично познакомиться. И точно так же у нас будет, в принципе, по-моему, чудовища. Поэтому езжайте. Приезжайте. Где вы с фикерами заявляетесь на сайте? Еще есть несколько слотов, да. Можно его хоть что-то рассказать? А, еще у нас есть такая штука, как волонтерство. То есть, если кого-то принять участие в, по-моему, например, микрофон, мы приносим к парам, культуре, или раздавать пиццу, или еще какие-то, что-то, наверное. Ибо у нас там по-моему, 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 по-моему. Так что, да. Так что, да. Пацаны, у нас есть еще два стикера. Я забыл корыстно использовать, да, в свое время. Yoast Design, WPT Games. Подписывайтесь на наш с Никитой проект. У нас там подкаст про веб-технологии, про всякое. Берите стикеры бесплатно. Они по 260 рублей у нас стоят обычно. Так что берите бесплатно. Вы можете продавать. Мы продавать. Да, ребята, спасибо, что пришли. Все устали. Я уже как старик просто хочу лечь спать. Ты устал? Я нет. Ты устал. Ты устал. Ты устал. Ты устал. Ты устал. Я тебе тогда мелочи сгружу, ты запланируешь. Вот они, программисты, и сколько у них денег. Что это? Мелочь. Мелочь. Все на метап Лос-Анджелес поедем. Что, на маршрутку? На маршрутку. А тебе хватит? Два рубля надо? Ну, мне Саня там закинет. Ну, мне Саня там закинет. Небольшой организационный финансовый вопрос. Попор точнее. С каждого по 180. Мы не ожидали. Вот теперь нас куда-то уводят. Наверное, больше будут брать с нас. Я не понял. 180, которые надо заплатить, да? Ну, здесь. Я еще приходу не заплатил. А, ну, тогда не надо. Все, все наклейки взяли? Наклеечки, наклеечки. Кто пришел, получил наклейку, а вы сидите дальше дома. Саня, извините. Собираем анатки. Так, что тут? У меня такие красные остались с 15-го года. Ой, мои любимые наклейки. Не, не приезжал, но я не табил. Нам выдавал. Гена. Вон он уходит в закат. Пока, Гена. Спасибо. Алина, надо вот это убирать? Что убирать? Кружки. Относи. За 180 рублей пусть сами убирают. Ну, все. Пока, пока.